Всем огромный привет! Скоро уже Новый год и скоро мы все с вами будем готовить разные вкусные блюда. Сегодня я вам хочу предложить свой салат, свой фирменный салат, потому что этот салат я придумал сам, это мое произведение. Я не искал этот салат в интернете, ингредиенты я придумал сам. Хочу немножко поэкспериментировать. Салат называется Зимняя радость, поэтому давайте будем с вами готовить. Ингредиентов очень много, запасайтесь терпением. Я думаю, будет вкусно. Поехали! Я думаю, вы все успеете записать ингредиенты. Итак, для салата нам понадобится куриное филе, перепелиные яйца, листья салата, кинза, фиолетовый лук, соус терияки, обычные яйца, сырые, невареные, огурец, три разных цвета болгарского перца, зеленое яблоко, перец, соль по вкусу, оливковое масло, также кунжут. Для начала нарежем курицу. Все ингредиенты мы будем выкладывать на вот такой вот поднос, а затем будем перемешивать в глубокой посудине. Итак, возьмем куриное филе, которое я предварительно уже отварил, и будем его резать. Как мы будем резать? Ребята, в этот раз мы не будем делать ни кубики, ни квадратики, и не треугольники, а будем делать полосочки. Полосочки должны у нас быть тоненькие, и желательно одинаковые. Вот примерно вот такие вот, и не очень тонкие. Куриное филе готовое. Посыпаем его на поднос. Вот таким вот образом, на одну сторону. И так мы делаем со всеми ингредиентами. Затем возьмем огурец. Разрежем его примерно на вот такие вот три части. Затем пополам. И еще раз пополам. Мы также будем нарезать на полосочки. Вот такие, примерно по одному сантиметру. То же самое делаем с огурцом. Нарезаем и на сторону. Затем нарезаем зеленое яблоко. Пополам его. Затем опять же, вот так как огурец. И то же самое мы делаем с яблоком на мелкие полоски. Тут полоски будут подлиннее, поэтому еще раз его вот так вот пополам. Старайтесь яблоко резать немножко тоньше. Примерно вот так вот. Затем возьмем три разноцветных болгарских перца. Разрежем их пополам. Использовать мы будем только половину. Остальную половину мы оставим. То же самое мы делаем и с болгарским перцем. Опять пополам. И стараемся нарезать вот такими вот тоненькими. Примерно на один сантиметр полосочками. Видите, как оно получается разного цвета. Желтый, зеленый и красный. Вот, и также красный. Такой более яркий, более насыщенный цвет. Вот так вот. Затем возьмем красный лук. Разрежем пополам. И на вот такие вот тоненькие-тоненькие кольца. Должны быть просто такие меньше, даже по полсантиметра хотя бы. Видите? Вот. Выбирайте острый ножик. Вот. Примерно вот так вот. Видите? И они должны вот так вот распадаться. Вот. Красный лук, он горький. Как и, в принципе, другой любой лук. Поэтому, ребята, прежде чем бросать этот лук в салат, что делаю я, и вам тоже могу посоветовать, чтобы убрать горечь лука, чтобы он не был таким горьким в салате. Я беру вот обычную посудину с водой. Бросаю сюда лук. Осторожно, вот, не спеша. Беру яблочный уксус. Ну, примерно вот где-то 2-2,5 столовые ложки. Я на глаз. Немножко размешивая. И оставляю на сторону. Пусть оно постоит минут 10-15. И затем только я буду использовать этот лук для салата. Затем возьмем листья салата. Не забывайте, что листья салата, перед тем, как резать его, надо хорошенько промыть. Вот. Я делаю вот так вот. Просто его скручиваю. Вот. И салат мы будем тоже резать тонко. Вот, смотрите. Примерно 1 сантиметр. Вот так вот. Видите, как он получается. Вот так вот. И тоже сюда, на сторону, у нас поднос. В дальнейшем в конце я вам покажу, какая красота получается на подносе, какие ингредиенты. Я думаю, этот салат будет очень вкусный на Новый год. Он достойно будет смотреться на вашем новогоднем столе. Тем более, мы постараемся с вами сделать красивую декорацию. Декор у нас с вами будет из перепелиных яиц. То есть, помимо того, что мы их будем только использовать для декора, у нас еще будут с вами обычные яйца в салате. Но яйца не будут вареные, вы сейчас немножко удивитесь. Яйца будут жареные, а жареные они будут как маленькие блинчики. И потом мы их всех свернем в трубочку, а затем мы их порежем. Затем возьмем кинзу и порежем также кинзу. Кинзу не надо резать мелко, мелко не режьте. Вот такие вот большие куски. Можно еще пополам немножко. Вот, кинза должна дать только свой аромат. Вот. Вы смотрите, что у нас получилось. Осталось нам теперь с вами обжарить яйца. Сейчас я вам покажу, как мы будем это делать. Все очень просто. Берем оливковое масло, наливаем немножко на сковородку. Много не надо. Вот буквально вот так вот две. Затем берем яйцо, посудину пустую. Разбиваем яйцо. Вот видите, какие бледные яйца. Видно, курица болела чем-то. Затем берем вот так вот вилкой, без соли, без перца и взбиваем. Вот, и сейчас мы вот это обжарим и сделаем вот такой вот яичный блинчик. Сковородка уже накалилась. Надо осторожно выливать яйцо, для того, чтобы получился круг. Вот. Можно даже... Можно, ребята, даже и не круг. Вот. Тут у нас получилось что-то такое интересное. Похоже, не знаю, на гнома какого-то или на собаку. Вот видите. То есть оно должно быть вот такое вот тоненькое. Мы просто потом возьмем и свернем еще в один раз. И потом сделаем трубочку. Так, посмотрите. Яйцо почти обжарилось. Видите? Еще немного. Вот, буквально с этой стороны. Вот. Оно не должно быть такое поджаренное-поджаренное. Оно должно быть такое полусырое, бледноватое. Не надо, чтобы яйца подгорали. Они должны быть вот с этой стороны желтые, такие зажаренные. Вот. Вот немножко вот эту сторону, оно быстро обжаривается. Видите? Вот. Вот так вот. Потом берем доску. Вот. Осторожно это яйцо сюда выкладываем. Пусть немножко масло с него стечет, чтобы оно не было таким жирным. Видите? О! И затем жарим еще одно яйцо. Уже сковородка накалилась, поэтому яйца будут жариться быстрее. Так, яйца у нас уже обжарены. Затем делаем очень просто. Смотрите, берем жареные яйца и сворачиваем вот так вот в трубочку. Смотрите. Вот. И то же самое делаем и с другими. Вот. Я пожарил 4 яйца, поэтому у меня получились 4 трубочки. Вот такие. В принципе, нам не важно, сколько тут трубочек. Если вы любите яйца, можете давать побольше. Нам главное и сам процесс, как мы будем их резать. Смотрите. Мы скрутили их в трубочке, а затем вот так вот мы их режем. Вот. И они у нас тоже получаются полосочками. Вот. Видите, как вот такая вот длинная лапша. Вот. Вот. То же самое делаем и с другими. То есть тут в этот салат я, получается, использовал 4 яйца. Вот. Самое главное это то, чтобы яйца сохраняли цвет. Чтоб они не были такими вот обжаренными, обжаренными. Вот видите, они должны быть мягенькие. Вот. И белые вот такие вот, как макарошки. Так. Смотрите, что у нас получилось. Яйцо, огурец, яблоко, перец болгарский. Из листья салата, куриная грудка. Теперь все это мы будем заправлять. Это самый интересный момент. И так же делать декор. Так, ребята. Будем перемешивать салат в глубокой посудине. Поэтому все это добро, всю эту красоту, которую мы нарезали, мы высыпаем в глубокую посудину. Вот. Так же не забываем про лук, который постоял 15 минут в воде и уксусе яблочном. Ну вот, прежде чем видите, прежде чем его вытащить, сделайте вот так рукой и немножко его вот так вот подавите, чтобы он похрустел. Вот видите. Вот так вот выдавливаете вместе с водой и уксусом. Вот. И сухой лук сюда. Главное, чтобы вы не капали вот эту воду и уксус вовнутрь. Заправлять салат мы будем соусом терияки, перцем, солью и оливковым маслом. Перемешивать я буду ложками для того, чтобы не ломать салат. Вот видите, чтобы и макарошки вот эти, которые мы сиит сделали, чтобы оно все равномерно, красиво перемешалось. Так. Значит, оно то красиво. Давайте начнем с того с соли. Значит, сначала соль гималайская. Соль я использую гималайскую сегодня. Так. Солим. По вкусу. Поэтому тут все зависит от вас. Главное не пересолить. Также перец. Перца много тоже не давайте. По вкусу. Вот. Соус терияки. Вот такой вот. Для мяса и рыбы. Открываем его. Вот. Много его не надо для того, чтобы не испортить салат. Вот буквально. Вот буквально одну столовую ложку и будет достаточно. Вот так вот сверху, видите. Вот. Можно даже еще немножко. Но много не давайте. Потому что перебьете весь вкус салата. Вот. И оливковое масло. Оливковое масло тоже ложку. Вот. А то и больше. Потому что салат у нас сухенький. Вот. Ложку. И еще. Ну я вот так вот примерно на глаз. Вот видите. Затем я перемешаю и посмотрю. Надо ли мне еще сюда добавлять или нет. Так. Смотрите. Вот. Все это дело равномерно перемешиваем. Он у нас не будет такой большой. Поэтому аккуратно выкладываем в круглую тарелку. Видите, как я не высыпаю его, а просто беру двумя ложками и аккуратно его перекладывая. Затем возьмем кунжут. И сверху посыпаем салат кунжутом. Кунжута не жалейте. Он должен покрыть сверху салат. Видите. Вот. Какая у нас получается красота, да? То есть тут нету никакого майонеза, знаете, сметаны, сливок. Их-то там йогуртов. Есть белый йогурт однопроцентный, которые тоже идут в заправки в салат. Вот. Тут все очень довольно просто. Вот. Сейчас я вам покажу, какой мы сделаем декор. Вот. Посыпаем сверху кунжутом. Ну, последний штрих. У нас будут маленькие перепелиные яйца. Так. Я думаю, вам всем интересно, что же мы будем делать дальше. Так, ребята, смотрите. Берем кинзу. Выбираем самые красивые листочки кинзы. Вот. И делаем вот так вот. Нам надо, чтобы получилось, четыре вот таких вот лепестка. Осторожно, не спеша. Это все ювелирная работа, которая требует и времени, и настроения. Вот. Вот так вот делаем. У нас должно получиться три. Возьмем перепелиное яйцо и разрежем его пополам. Вот я уже разрезал. И делаем вот так. Вот. Видите, как красиво получается. Все, ребята, больше ничего не надо. Достаточно трех перепелиных яиц сверху. Не забивайте салат. Он должен быть простым, вкусным. И в то же время красивым. Всем вам приятного аппетита. Салат действительно вкусный. Он должен постоять в холодильнике, ну, хотя бы час-полтора. И тогда вы можете накрывать свой новогодний стол, используя вот такой вот красивый салат. Я сейчас вместе с вами его попробую. И расскажу вам, какой он на вкус. Ну что, давайте будем пробовать, какой получился салат. Он уже мне нравится с виду. Он такой аппетитный. Даже очень аппетитный, я бы сказал. Потому что, ну, тут нету майонеза. Поэтому те, кто не любит майонеза, любят салатики, к примеру, на оливковом масле или на бальзамическом соусе, они же сразу нападут на этот салат. Новый год, поверьте мне. Так, давайте попробуем. Я взял маленькую посудину, которую я, кстати, приобрел сегодня. И маленькую порцию салата я попробую. Так. Ну и перепельное яичко, которое упало. Я его сюда же в салат. Так. Я хочу попробовать так, чтобы были все ингредиенты. То есть и куриное мясо, и то есть я хочу попробовать так, чтобы были все ингредиенты. И куриное филе, и огурец, и перец, и лук, и яблоко. Все-все. И вместе с кунжутом. Мне нравится то, что салат грустит. Вот ты его ешь, ты действительно чувствуешь вкус всех этих овощей. То есть огурец, перец, лук. И в то же время мясо. Класс. Нету, знаете, такого какого-то насыщенного вкуса, чего-то одного. Оно все очень красиво и вкусно сочетается. Вместе кунжут не хрустит. Кунжут не хрустит. Он не забивается в зубах. Оно вкусно. Оно действительно вкусно. Ммм, класс. Ребята, я в восторге. Мне нравится, что лук не горчит. Он выставился в яблочном уксусе. И просто класс. Сказка. Ты даже не чувствуешь, что ты ешь лук. А это очень хорошо именно для этого салата. Ребята, я рад, что я придумал вот такой вот салат. Я советую вам попробовать его на Новый год. Проведите Новый год достойно. И кушайте только диетические салаты. Я не советую вам салаты на майонезе. А то вы поправитесь и будете такими полными, как я. С наступающим вас Новым годом. Не забудьте обязательно сделать такой салат к новогоднему столу. Спасибо, что были со мной. Увидимся с вами обязательно в следующих влогах. Приятного вам всем аппетита. Удачки.